Добрый вечер, программа «На справде» в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур. В ближайшие 20 минут мы будем говорить о той ситуации, которая складывается в Украине и о том, что складывается вокруг Украины, имеется в виду внешний политический фактор нашего кризиса. Я с удовольствием представляю гостя студии, политолог Тарас Богдан. Здравствуйте, Тарас. Добрый вечер. Давайте, наверное, так уж получилось, что внутренний как-то перерос у нас во внешний, а внешний провоцирует внутренний. Я даже не знаю, собственно, как это все разделить, но тем не менее, самое главное, самая горячая точка, конечно же это Крым, состоялась аннексия фактически, три страны говорят, что состоялось присоединение юридически, три, по-моему, если не ошибаюсь, на данный момент, включая саму Россию. Есть реакция Запада и реакция, наверное, для патриотов, скажем, назовем эту группировку так. Вот она достаточно пессимистичная, поскольку Соединенные Штаты напрямую заявили, что никакого вооруженного конфликта в этой связи не будет. Ну, это хорошо, наверное, что не будет, на самом деле. И есть реакция Евросоюза, которая говорит о том, что, ну, в общем, да, аннексию нужно признать как состоявшийся факт и никакие санкции, наверное, тоже не повлияют. Украинское правительство с этим не согласится, наверное, никогда, но вот ваше видение ситуации, как быть-то теперь с этим вопросом? Ну, в первую очередь хотел бы отметить насчет пессимистического сценария, вот то, что вы говорите, США решила не действовать активно в вооруженном смысле в районе Крыма, в районе Черноморского бассейна. Понятно, что этот сценарий, ну, трудно назвать совершенно пессимистическим, как бы в глобальном масштабе, потому что такой сценарий, это сценарий удержания ситуации под контролем, попытка еще раз перевести ситуацию в некую дипломатическую плоскость. Вот, и судя по тому, что ситуация остается достаточно напряженной в сфере, мы знаем, вооруженных, формирования вооруженных силы внутри Украины и концентрации российских войск на границе с Украиной. Понятно, что в мире остаются попытки перевести данный кризис в политическую плоскость, вести переговоры и сегодня за массой вот таких вот заявлений, то есть с другой стороны может стоять попытка выложить какие-то свои дополнительные аргументы для того, чтобы если в случае формирования переговорной группы по вот этим конкретным пунктам возможно была договоренность. То есть мы, допустим, убираем какие-то свои заявления Запад-Украина, Россия идет на какие-то уступки, либо наоборот идут какие-то размены. Простите, я сразу перебью, на какие уступки можно идти, если все фактически законодательно оформлено вхождение, страна ликует, Крым ликует, все, ну, вряд ли уже можно отыграть обратно. Понятно, что Крым сегодня уже будет рассматриваться как ситуация, с помощью которой будет оказываться дальнейшее влияние на Украину. То есть это вопрос и восточно-украинских территорий, и собственно отношение к власти в Киеве сегодня. То есть, ну, если за событиями на Майдане следило 93,3% жителей Украины, то сегодня, я думаю, процентов 100 в Украине или близится к этой цифре количество людей, наблюдают и все прекрасно понимают сегодня, да, что, как бы, ситуация с Крымом сегодня рассматривается в двух плоскостях. Это плоскость de jure и de facto. De facto мы понимаем, что с Крымом происходит, вот, потому что, ну, как бы, понимаете, здесь ситуация такая, она амбивалентная. С одной стороны, есть мировое сообщество, есть международное право, но есть факт, крупная мировая держава присоединяет Крым к себе, это проходит на уровне всех российских ветвей власти, и фактически это событие мы, как бы, ну, игнорировать не можем. Другая плоскость, это плоскость de jure, ну, и, как бы, здесь будут происходить остальные, как бы, действия и переговоры, либо попытки как-то разрешить эту ситуацию. Ну, и вот сейчас самые осторожные прогнозы, как бы, заключаются в том, что, ну, это будет некая такая территория на уровне, вот, северного Кипра, где большая часть мирового сообщества не признает эту территорию, а конкретно она, допустим, по факту входит в состав Российской Федерации как субъект ее. Ну, то есть мы сегодня имеем дело с фактами, вот, а, как бы, плоскость, и здесь поле для маневра на самом-то деле сужается, потому что ситуация поставлена, ну, достаточно амбивалентно. Либо это какие-то политические решения, дипломатическое, перевод разрешения кризиса в дипломатическую плоскость, либо это уже какие-то попытки дальнейшего продолжения на силовом уровне, но, конечно, я думаю, что эта ситуация, надеюсь, по крайней мере, не дойдет до такого, до такой точки, хотя бы она остается, как бы, достаточно – Все имеете в виду различные ситуации в отношении восточных областей Украины, да, вот примерно такой же сценарий. Ну, не, 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 не исключено, потому что мы же видим, как ситуация происходит, что основные спикеры в Российской Федерации на всех уровнях, на партийном, на политическом, на экспертном уровне не исключают такой, не исключают такой, такого развития событий, хотя на самом-то деле понятно, что кризис вооруженного характера, он достаточно невыгоден практически всем заинтересованным игрокам. Ну, потому что, понимаете, как перевести в эту плоскость будет очень легко, а отыграть очень сложно будет, и непонятно будет за какие ресурсы человеческие, финансовые, институциональные будет идти, как бы, борьба, потому что, ну, кому нужна здесь территория, которая находится в состоянии развала. Ну, Крым депрессивный, в принципе, регион, с точки зрения экономики, но, по-моему, Крым, Крым все-таки, Крым достаточно однородный, ну, допустим, сейчас не будем брать ситуацию с татарами, но Крым достаточно однородный, понятно, что, ну, те, кто был в Крыму и общался с местными жителями, понимают, что, как бы, ориентация на Российскую Федерацию там существовала, ну, наверное, все годы независимости, и абсолютно справедливо звучат мнения тех, кто говорит, что украинская власть ничего не делала для того, чтобы, как бы, для того, чтобы Крымский регион, ну, как-то... Чувствовался украинцем. Чувствовался, ну, понимаете, как чувство принадлежности себя к какой-то конкретной идентичности, скажем так, украинского, он, конечно же, зиждется на каких-то базовых мотивах, это, ну, первое, да, это зарплаты, пенсии, уровень жизни. Здесь украинские власти на протяжении всей независимости, это нужно признать, не только ситуация с Крымом такая была, в общем-то, она и по всей Украине такая была, поэтому, я думаю, сегодня политики украинские, которые относятся к любой партии, к любому спектру политическому, сегодня сидят и очень сильно, наверное, пересматривают вообще свою деятельность, прошлую, потому что, ну, понимаете, как ослабление украинского государства оказалось невыгодно вообще в итоге никому. В отношении партии, в отношении политических сил, в отношении тех центров, которые сейчас, наверное, формируют, в принципе, те импульсы, которые двигают Украину, вот на мой взгляд, получается, что, я не говорю сейчас о партийной оппозиции, поскольку она весьма, скажем, условно размыта, наверное, не играет, скажем, особой роли, есть правительство, да, в очень невероятно сложных условиях находящиеся, потому что, с одной стороны, есть лагерь войны, назовем так, с другой стороны есть лагерь умеренный, либеральный, совершенно справедливо звучат, наверное, требования тех, которые говорят, если есть агрессия, вооруженная агрессия, мы должны встать, дать отпор и так далее, мобилизация, трамп-пам-пам-пам, отмена виз в том числе, например, есть лагерь либеральный, который говорит о том, что не надо рубить с горяча, потому что можно потерять еще больше, да, вот по сравнению с тем, что уже потеряли, есть вообще люди странные, тот же, например, правый сектор, который говорит, что в ближайшее время возможно еще одна революция, потому что ничего не происходит, правительство бездействует и так далее, то есть вот кто из этих центров, на ваш взгляд, сейчас все-таки наиболее влиятельный и чья политика возьмет верх в итоге? Сложно сказать, какая сегодня группа или какой сегодня центр более влиятельный, потому что мы не видим определенности и не только со стороны действия украинского правительства, но и определенности вообще, то есть абсолютно справедливое утверждение, когда кто-то пытается для себя составить какой-то прогноз на будущее и практически в общем-то все говорят, что непонятно, что будет. Это такая вот сфера неопределенности, в которой, конечно же, возникают вот такие вот некие радикальные, можно даже сказать эмоциональные заявления о том, что Украина должна обороняться, защищаться и мы примерно себе представляем, да, риторику эту. Конкретно кто влияет? Нет. Кто прав? Ну понятно, правы те, кто будет переводить эту ситуацию в политическую или какую-то дипломатическую плоскость, потому что, ну опять же, повторюсь, здесь же тоже такая ситуация, вы поймите, защищаться как? В случае с Восточной Украиной, ну правительство меры какие-то предпринимает, да, мы видели, национальная гвардия, мобилизация, перегруппировка вооруженных сил Украины на границе и так далее. Но здесь же вопрос состоит в каких-то конкретных действиях. Крым, ну с Крымом понятная ситуация уже, фактически. Остается вопрос военных украинских в Крыму. Ну здесь ситуация уже, я думаю, должна решаться на уровне Министерства обороны, они должны принимать какое-то конкретное решение. Понятно, что часть правительства делает усилие на предотвращение эскалации конфликта и, в общем-то, на сегодняшний момент эта ситуация, ну она оправданная. Она оправданная, потому что столкновение вооруженное уже поменяет очень быстро ситуацию в такую плоскость, когда, в общем-то, ни политика, ни дипломатия уже не будут. В миниатюре мы это видели, в принципе, на Майдане, потому что когда началась стрельба откровенная, да, вот в две страны там уже мало кто влиял на ситуацию, имею в виду из политиков, потому что там уже другие центры влияния, другие мотивы. Стоит прозвучать одному выстрелу, и там же начинается «Каме и я тебе». Ну да, потому что, понимаете как, сегодня вот очень популярный стал лозунг, да, «Единая Украина, единая страна». Здесь единение должно быть не только на географическом уровне, но и на уровне всех слоев общества, потому что должна быть какая-то общая линия. Понимаете, как вот когда говорят там «Майдан», «Революция» и так далее, ну, мы же понимаем, это будет очередной виток дестабилизации внутренней, которым можно будет воспользоваться. И сказать, смотрите, Украина – это государство, которое не контролирует процессы внутри своего государства, ну, внутри своей страны. Поэтому, как бы, ну, здесь настолько очевидны сейчас те шаги, которые необходимо предпринимать. Что, в общем-то, поле для интерпретации особое, оно как бы не сильно широкое. А что за шаги вы имеете в виду? Ну, ну, понимаете, конкретно можно обсуждать ситуацию, когда она будет переведена в политическую плоскость и, возможно, будет контакт, ну, по крайней мере, сейчас не идет речь об Украине и России, потому что там, как бы, контактов особых нет сегодня. Но если уже будут переговоры в каком-то широком формате, тогда эту ситуацию можно будет разрешить. Это то, о чем я говорил в начале программы. А на данном этапе, ну, мы же обороняющаяся сторона. Ну, это очевидно. Поэтому, как бы, ну, ну, что предлагается провоцировать самим вооруженный конфликт? Ну, как бы, ну, от нас этого ждут. Зачем? Хорошо, у вас ваша позиция основа в отношении России. Насколько я понимаю, собственно, главный тезис, который звучит в разговоре, в диалоге, ну, в таком заочном диалоге между Украиной и Россией, Россия говорит о том, что власть нынешняя нелегитимна. У нас объявлен выбор президента, который состоится 25 мая, если не ошибаюсь. На ваш взгляд, снимет ли это вопрос легитимности власти? И, может быть, позволит ли перевести, опять же, в более какую-то реальную плоскость переговоры? Учитывая то, что Янукович до сих пор, собственно говоря, жив и, как он себя называет, он легитимный президент. Ну, разделим этот вопрос на две части. Первая часть, состоятся ли выборы 25 мая. Тоже хорошие, да, интересные. Да, потому что, ну, мы же понимаем, что сейчас ситуация, поскольку она неопределенная, то может быть все. Поэтому выборы могут и, ну, не скажем так, не состояться, но быть сорванными. С другой стороны, Путин в своей пресс-конференции сказал о том, что, ну, как бы была такая линия о том, что если состоятся выборы, уже будет легитимная власть, легитимный президент, тогда мы будем с ним разговаривать. Понимаете, тут еще надо понимать особенности российской политики и, собственно, взглядов вот эстеблишмента российского на то, как должна быть устроена политика. Ведь часто звучат такие вот фразы со стороны Российской Федерации, что типа, а с кем там разговаривать? Ну, кто вас представляет? Потому что политическое поле настолько вот у нас распорошено. И я думаю, что, понимаете, даже многие сегодня упускают такой момент, что Верховная Рада приняла постановление, вернее, приняла закон о возвращении Конституции 2004 года. А это означает то, что Кабинет Министров формируется в парламенте, и, ну, понимаете, как сегодня исполняющие обязанности президента и премьер-министра, они как бы вынуждены, вынуждены в соответствии с ситуацией действовать вот в неком тандеме. Но если гипотетически представить себе ситуацию мирного сосуществования, то мы помним, как действовала эта Конституция после 2004 года, когда на уровне Кабинета Министров и Президента Ющенко-Тимошенко моментально начался институциональный конфликт, потому что он там заложен в этой Конституции, поскольку полномочия между президентом и премьер-министром недостаточно сбалансированы. И поэтому, понимаете, с кем сегодня разговаривать? С Кабинетом Министров не разговаривать. Ну, а Кабинет Министров это как бы не президентская квота. Это сделано, то есть Кабинет Министров сделан в парламенте. Парламент у нас легитимный. Ну, парламент легитимный, избран, собственно говоря. Он был и избранный, в общем-то, да. Было, опять же, соглашение 21 февраля, где Кабинет Министров должен был быть равнозначно представлен всеми политическими силами. Вот это, я думаю, упущение со стороны новой власти, потому что, ну, непонятно, почему, в общем-то, не велись переговоры с партией регионов, потому что в данном случае, я думаю, коалиционное правительство сильно бы ситуацию... Успокоило бы, да? Ну, не успокоило бы, ну, по крайней мере, не навредило бы точно. Ну, понимаете, наше состояние сегодняшней украинской политики, экономики таково, что хуже. Даже с другой стороны, в виде представителей регионалов есть Майдан, который сразу скажет, что зрадовая интересы, и революция продолжится и так далее. Вот по поводу Майдана, понимаете, как где-то в интернете недавно проскользнуло такое утверждение, интересно, по-моему, со стороны западных каких-то экспертов, о том, что Майдан — это такое вот уникальное явление, которого нету нигде в мире. И сегодня понятно, что Майдан решает или пытается решить одну из ключевых вообще проблем демократии. То есть контроль за своими народными избранниками, которых мы избрали, а потом они контролю не поддаются. Потому что из всех как бы рецептов, которые существовали в плане контроля своих избранников, это попытка отзыва депутатов, но это уже было очень много таких политологических дискуссий на эту тему, и все решили, что это как бы невыгодно. Сегодня Майдан их контролирует, но вместе с тем Майдан выполняет еще такую функцию, потому что это как бы народное собрание, не партийное, не структура гражданского общества. И в целом сформулировать цели свои, ну вот сейчас там периодически звучат то, что они пойдут во власть. Но переводить нужно в эту плоскость, в легитимную, потому что, понимаете, все-таки в Украине до этого была конкурентная демократия и способов менять власть у нас, по крайней мере, до этого никто не отнимал. Поэтому революция революцией, но, понимаете, у нее должны быть свои какие-то края. Да, как в другой песне пилась, есть революция начало, не ту революцию конца. Я именно про это, да. Рано или поздно она, конечно же, должна заканчиваться. Спасибо, что были гости в нашей студии, спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания, до следующей встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова